В память о известном журналисте накануне у здания РИА Калмыки состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски Ярославу Джамбинову. Заслуженный работник культуры РСФСР и Калмыкии, ветеран Великой Отечественной войны, внес неоценимый вклад в развитие своей малой родины. С 1941 по 1944 Ярослав Сайкович в рядах советской армии освобождал от фашистских захватчиков родную Калмыкию, Ставропольскую, Ростовскую, Донецкую и Запорожскую области. А после депортации восстанавливал степной регион с земляками. В 1967 году Ярослав Сайкович возглавил редакцию самой читаемой республиканской газеты «Хальмыкинен». За большой вклад в развитие печати Джамбинову присвоено высокое звание заслуженный работник культуры РСФСР. Почтить память известного литератора и журналиста пришли коллеги по цеху, друзья и члены семьи. По словам выступающих, Ярослава Сайковича всегда отличали активная жизненная позиция, принципиальность и оптимизм. Очень приятно, что коллектив редакции «Хальмыкин» помнит, не забывает нашу АВУ и выступил инициатором открытия этой мемориальной доски. Это, конечно, очень такой знаковый, очень такой серьезный и для меня лично трогательный жест. Мы рады, что память о нашем АВИ живет и теперь уже, я надеюсь, будет жить всегда. Для нашей общественности большой праздник. Я поздравляю вас с этим, что память этого великого человека, учителя калмыцкого языка и литературы, я не побоюсь этого слова, для нас, для всех учителей, это очень важно. Литератора, журналиста, воина, столетие которого мы празднуем, памятная доска открывается сегодня. Я вас от всей души поздравляю. Мне посчастливилось вместе с ним в жизни работать в Целинном районе, когда он был редактором газеты «Ленинский путь». В то время я был секретарем райкома комсомола Целинного. И позже здесь, вместе в Листе, когда он работал 10 лет редактором в этом здании, поздравлял нашу газету «Хальмгун». Он является представителем славного поколения наших отцов, дедов, матерей, сестер, которые после Сибири поднимали нашу республику, наши районы, строили школы, больницы. И обо всем этом радостном подвиге и труде наших жителей республики он освещал со страниц своей газеты «Ленинский путь» и «Калмыцкая правда» «Хальмгун». Продолжение следует...